Всем привет, народ! Сегодня мечты сбываются, да, и не потому что Газпром, а потому что Виталий сегодня выпустит, скорее всего, один из самых коротких обзоров. Вы все время мне бомбитесь, что, мол, у меня обзоры очень длинные, мы успеваем позавтракать, пообедать и поужинать. Вот сегодня, дай бог, чтобы успели позавтракать. Короче, заведение называется Чайхана Хизмат, и длина сегодняшнего обзора связана исключительно с тем, что ассортимент доставки Чайханы Хизмат минимальный. Два вида мантов, один вид плова и один вид жареного лагмана. Все. Причем, зайдя к ним на сайт, ассортимент покажется довольно большим. Но! Это не так, потому что у них есть плов с говядиной 300 граммов, плов с говядиной килограмм, и плов с говядиной 3 килограмма. Вот так вот расширяется ассортимент неожиданно. Но, очень приятные новости, что цены прям вообще адекватные. Серьезно. Сегодня самый бюджетный и, пожалуй, один из самых оперативных обзоров, которые были у меня на канале. Чайхана Хизмат. Чайхана Хизмат к нам приехали. Приехали они ровно в установленное время. Я делал небольшой предзаказ. На час дня привезли ровно в час дня. Вот такой пакетик. Он довольно увесистый. И вот этот пакетик стоит примерно косарь. Пакет ничем не примечательный. Тут нет никакого бренда, но он запечатан аккуратненько и простеплерен, чтобы никто туда не забрался. Давайте смотреть, как они доставляют. Кстати, Чайхана Хизмат на самом деле, я уже говорил или не говорил, короче, типа сетевое место. У них есть целых два заведения. Одно находится в Москве. Второе находится в Подольске. Давайте посмотрим, что внутри пакета. А внутри пакета вот так вот все аккуратно... Воу-воу-воу, все горячее. Все горячее. И все снова горячее. По температуре однозначно лайк. Сквозь фольгу, конечно, это... Ну, на фольге-то он, по-моему, не меряет температуру, да? Надо, короче, внутрь лезть. Так, ребята, что там у нас внутри? Обычные боксы. Здесь у нас манты с говядиной. Здесь у нас килограмм плова. Я взял не одну порцию плова, а взял килограмм. Следующая из ассортимента, это три килограмма плова у этих ребят. Так. И жареный лагман и остатки плова. То есть, вот килограмм плова. Ребята, вот все. Все, что сегодня у нас на обзоре. Мне это любопытно. Вот. И, кстати, давай, давай температуру я вам покажу. Да, допустим, вот какой-нибудь средний пловчик, да? По справедливости берем из середины. Вот. И он у нас постоял еще минут 15. 58 градусов. Короче, 5 баллов. Почему я считаю, что маленький ассортимент это очень круто? Я думаю, что довольно очевидна моя мысль. Потому что если ты делаешь что-то одно, ты, скорее всего, делаешь это круто. А когда ты занимаешься всем подряд вот эти вот мультидоставки, которые японская кухня, пицца там и прочее, то получается все очень средненько, а порой и даже очень хреновенько. Поэтому, честно, я надеюсь, что это будет классно. И начнем мы, блин, вот здесь вот, это буквально где старт, там и финиш, мы начнем и тут же уже скоро закончим. Поэтому буду говорить о каких-то других вещах, чтобы растянуть хронометраж ролика. Да ладно, шучу, мне это нафиг не надо. Итак, ребята, манты подписаны, есть надпись говядина, вторая без надписи, соответственно, скорее всего, там тоже говядин. Именно так и есть, потому что именно так я и заказал. А, нет, а вторые с бараниной, подожди, я заказывал с говядиной и с бараниной, как раз по мантам разнообразие присутствует. Ну, видимо, они сделали методом исключения, типа, раз здесь с говядиной, тут я догадаюсь, что вот эти с бараниной. Я надеюсь, так и есть. Ну, погнали, ребят, давайте начнем с цен. Я еле набрал на косарь вообще, то есть, если бы я не взял килограмм плова, и то, по-моему, я на косарь даже не набрал, ребят. То есть, мне это все вышло, вот смотри, манты с бараниной 200 рублей порция, манты с говядиной 200 рублей, лагман 195, плов с говядиной 1 килограмм, это вот три вот эти плошки, стоят 570 рублей. То есть, если бы я взял просто вот там порцию плова, там, 300 граммов условно, это все бы мне обошлось там рублей 600, это самая, это, наверное, самая дешевая доставка в моей жизни, вот серьезно. Ну, ладно, давай начнем с мантов. Вы уже поняли, что манты, вот такая порция стоит по 200 рублей, здесь 5 штучек мантов, и здесь 5 штучек мантов с бараниной и с говядиной. Больше других мантов у них нет. Равно как и нет никаких приборов, салфеток и вот этого всего, что, в принципе, было бы неплохо, чтобы было в доставке. Блин, но за эти бабки я практически не имею претензий. 5 мантов за 200 рублей, то есть, одна мантушка 40 рублей, она небольшая, но тем не менее. Ну что, давайте начнем с мантов с говядиной. Мантушки небольшого размера, тем не менее, очень аккуратные, сверху, обратите внимание, да, вот такая вот мило посыпанная травкой, то есть, манты выглядят действительно очень даже неплохо, хоть и компактно. 200 граммов, я думаю, что тут все весит, весит даже 282, давай посмотрим вторую порцию, 278. Давай мы разрежем мантушку, дабы посмотреть, что внутри. Я режу вдоль. Почему я режу вдоль, я вообще, кстати, не могу это объяснить. Слушай, ну вот такое вот рубленое мясо, розовенькое, я не знаю, это оно не дожарено или что ли, или просто как бы окей. То есть, тут несколько вариантов, либо мне это очень нравится, либо это не дожарено. Много лука, немало мяса, то есть, нормальная полноценная мантушка. Мне кажется, немножко странным, что манты у нас подаются без какого-либо соуса, то есть, возможность заказать соус, она должна быть, хотя бы быть. Я бы заказал сюда какой-то сметанный, или аджика, или какой-нибудь соус с ацебели, замечательно бы зашел. Ну, окей, вот такой вот очень ограниченный ассортимент. Даже напитков, кстати, я заказать не смог. Очень сладкая начинка. Ну, видимо, благодаря луку. Слабоватые манты. Очень слабоватые манты. В том плане, что, нет, там есть мясо как раз, то есть, как бы претензий к начинке, к ее объему, в принципе, нет. Есть вопросы именно к вкусу, вкусу вот того, что там внутри. Все это довольно пресно, это не перчено, это слабо солено, и это как-то, знаешь, немножко вот будто бы рыхленько. То есть, такое ощущение, что мясо очень перемороженное используется для вот этого приготовления. Либо сами манты, наверное, делаются заранее, замораживаются и уже готовятся из замороженных каких-то, может быть, полуфабрикатов. Вот ощущение, что это не свежеприготовленные манты. Тем не менее, норм в целом соусом было бы претензий практически ноль, но вот без соуса прям ярко ощущается, как бы, унылость начинки, вот, что нет вкусов. Нет, знаешь, каких-то кавказских вот, кавказской ароматики, что ли, в этом блюде. Хотя, почему я говорю, кавказские, да, все-таки манты, это скорее узбекское блюдо. В целом, я бы не сказал, что прям какая-то проблема с этими мантами. Ладно, это были с говядиной, с бараниной, может быть, будет немножко пободрее, давай попробуем. Ломаем с бараниной, и здесь, в принципе, все то же самое, тоже розоватое мясо, как будто бы они тоже с говядиной, короче. Ну, вот, тесто тоненькое, то есть, они сделаны очень аккуратно, манты маленькие. Блин, вот, тоже непонятно, то есть, честно, как бы, есть будто бы отличия во вкусе, но какое-то еле уловимое. То есть, возможно, я где-то на уровне самоубеждения говорю о том, что вот эта начинка, она чем-то отличается от начинки с говядиной, и что, как будто бы там есть какой-то привкус баранины. Ну, я его не ощущаю, то есть, как будто мясо какое-то безвкусное, что ли. Ну, это не баранина, это такая же говядина, как и вот здесь. Будто бы вот это даже больше баранина, чем то, что должно быть с бараниной. Короче, проблема этих мантов именно в пресной начинке. Короче, вот, чуть больший посол начинки в обоих мантах решит много проблем. То есть, это будет более яркая по вкусу начинка, потому что соль, она усилитель вкуса. И если здесь оно было бы посолено больше, я бы и вкус мяса чувствовал более ярко. Вот, и чуть-чуть перца больше. В целом, короче, если не придираясь, ребята, за 200 рублей нормальные манты, но эти манты за 200 рублей вот с таким уровнем посолки есть можно только с соусом. Получать удовольствие можно с соусом. Сметана с чесноком и зеленью прямо идеально подойдет к этим мантам. Есть вот так вот без всего, честно, мне невкусно. Так, давайте с пловом. Ребята, килограмм плова. Вот это все в трех плошках, это килограмм. Значит, если бы я брал по отдельности, плов с говядиной 333 грамма, это ровно одна плошка, стоило бы 195 рублей. Килограмм плова стоит 570 рублей, что выгоднее, чем поштучно. Дальше у них идет 2 килограмма плова за 1100 рублей и 3 килограмма плова за 1620 рублей. Цены, на мой взгляд, очень адекватные. То есть даже если не брать оптом, а взять штуку, 195 рублей за 333 грамма плова, это очень даже гуд. Давай посмотрим, сколько весит одна порция. Вот 333 грамма и пойдем по нарастающей. Должны набрать килограммчик. Я думаю, что мы килограммчик наберем. А нет, немножко мы не набираем. С учетом упаковки где-то по 15 граммов, недовес около 80 граммов с килограмма. Ну, в принципе. Ну что, здесь все вот так вот припечатано. То есть плов за счет крышек он стал не рассыпчатым, а был он вообще рассыпчатым когда-то. Ну, похоже, что, кстати, был. Так, в каждом плове несколько кусочков мяса. Они кладутся сверху. Видите, да? Тут 3 куска мяса. Здесь больше кусков мяса, но оно как-то вот одни волокна. Здесь вот немножко не так аппетитно выглядит, как здесь. И в последней плошке у нас мяса здесь больше. Причем, обратите внимание, плов делается с нутом. То есть такой, ну, типа как праздничный плов. Потому что нут не везде добавляется. Но мне с нутом очень нравится. Плов в целом рассыпчатый. Ну, как будто бы, знаешь, такой немножко по цвету он такой немножко бледноватый. То есть как будто бы зирвак там был такой не супер концентрированный. Так, ну давай. Вообще, слушайте, если что-что, а плов вкусный готовить всякие чайханы умеют. Обалденный вкус плова. Очень яркий. То есть вот в сравнении с мантами плов у них получился отлично. Там еще попадается изюм, может быть, барбарис. Прям вот такая вот кислинка. Какая-то ягодная, очень вкусная. Хороший рис, который классно впитал в себя то, в чем он был. Очень мягкое мясо. Отличный плов. Маленький минус есть у этого плова. Немного, немного передержанный рис. Опять-таки, вот знаешь, есть такое ощущение. Но вот я в последнее время плов частенько готовлю на даче. Я тут казан себе обновил. Вот. У меня теперь 10-килограммовый казан, 10-литровый. Изумительно, короче. Плов в нем, конечно, получается. Но не в этом дело. Я не говорю, что я вкуснее плов готовлю. Я, ну, у меня хорошо плов получается. И вот у меня как-то я стараюсь сделать так, чтобы зернышки, они, как бы, знаешь, не становились кашей. Они все-таки чувствовались. То есть, как вот отдельная некая структура. В данном случае немножко, вот, как и с мясом в мантах, ощущение в рисе, что он немножко, будто бы, чуть передержан. То есть, немного переварен. Либо, может быть, сорт какой-то пропаренный не использует. И он такой рыхловатый тоже чует рис получается. Но при этом рассыпчатый. То есть, при этом он рассыпчатый. Но, конечный вот вкус этого плова, на мой взгляд, отлично получился. Тут и кислинка, тут и нут, как бы, сытный, и морковка. То есть, он такой сладкий, насыщенный, яркий вкус. И вот легкий привкус зиры. Короче, плов действительно классный. Вот, вот сейчас я понимаю, что я, как бы, в нормальной, в чайхане поел. Вот эти, вот, знаете, такие местечковые заведения, какие-нибудь лагманные, там, мантышные. Ну, очень много по Москве, где ребята, там, узбеки берут, там, казан, готовят какие-нибудь тандырные лепешки. И вот зачастую в таких маленьких заведениях как раз очень вкусная узбекская еда. Она стоит адекватных денег. Вот, вспоминая даже свой обзор, у меня на районе, недалеко, кафе «Легенда» есть. Там вот сидят ребята, которые готовят вот манты, что-то лагман тоже. Ну, такое вот классическое узбекское. Стоит копейки. По вкусу клево, по насыщенности организма тоже великолепно. И вот, ну, и есть, как бы, мажорные, да, типа, чайханы, там, какие-нибудь, там, Васильчуков, где, там, ну, вот, столько вот плова, там, стоит миллиард тысяч рублей. Вот. И, как правило, вот, мажорная чайхана и чайхана, где пацаны всю жизнь готовят, там, плов за недорого, вот, не факт, что в мажорной будет вкуснее плов, чем здесь. Ну, как раз тот пример, когда дешевый плов, и по вкусу он получается очень даже хороший. Вот. Так что, не, нормально. Могут же, вот почему плов получается у них яркий по вкусу, а манты такие унылые получились. Хотя, я говорю, вот, в принципе, из этих мантов можно нормальные манты сделать. Чуть-чуть надо просто добить. Так, ребята, давайте, что с лагманом. Смотрите, лагман тоже, опять-таки, ассортимент лагманов у них изумительный. Значит, лагман, одна порция, 195 рублей, килограмм 570, 2 килограмма 1100 рублей и 3 килограмма 1620 рублей. В принципе, цены сопоставимы с пловом. Но я взял одну порцию. 333 грамма должно весить, вот опять недовесик. Лапша лагман, может, сами даже делают, она такая домашненькая такая. Много моркови, фарш, лук и, в принципе, все. Это жареный лагман, это не тот лагман, который в соусе плавает. То есть, он вот, мне как раз лагман, который типа суп, мне он не очень нравится. Вот он очень жирный такой всегда. Вот мне нравится такой формат сухой лагман, то есть, что-то типа лапши, ну, вока, короче. Давай. Прикольно. Морковка такая непережаренная, даже немножко с хрустинкой. Это тоже очень вкусно. И с самой лапшой здесь все замечательно. Она прям хорошо, не переваренная, ничего. В рисе было ощущение немножко, что он передержан. Вот здесь вот, как бы мне вкусно. И фаршик вот этот норм. И опять-таки по соли, по всему, как бы, замечательное блюдо. О, вкусно. В общем, ребята, вот весь ассортимент того, что можно заказать в Чихане Хизмат. Мы заказывали через агрегатор. У них есть, я так понял, и своя доставка в Подольске, вот в районе где-то там речного вокзала, Химок. Вот эти вот здесь вот возят. Нормальная, в принципе, еда. То есть, ребята сосредоточены вот на этих трех продуктах. Но, к сожалению, я бы не сказал, что они сделали изумительно все эти продукты. Все-таки по мантам, наверное, у меня прям много вопросов. Хоть и очень дешево, но я бы все-таки даже задешево хочу получать какой-то вкус. В плове я получил вкус плова. Я получил довольно яркий продукт, который мне понравился. В Лагмане точно так же. Лагман прям очень рекомендую к употреблению. В общем, оценки я выставляю вот здесь. Здесь ребята провалились по сервису. Понятное дело, вилок ничего. Но за эти бабки, типа, я даже не знаю, ловко ли что-то требовать. В общем, по сервису они, конечно, проваливаются. По вкусу тоже я не могу поставить там никаких пятерок. По скорости доставки все четенько отработали. По температуре тоже здорово. Все очень горячее привезли. В общем, в целом, как бы, я не могу вас отговаривать, но и рекомендовать заказывать я тоже не могу. Потому что манты есть где повкуснее, плов где не хуже. И Лагман тоже можно много где заказать. Поэтому я пятерку не буду ставить. Итоговую поставлю два с половиной. Хотите, заказывайте. Не хотите, не заказывайте. Все. Вот такой вот обзор, блин. Мега экспресс от Витальки Покажи Варим. Все. Всех обнял. Давайте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»